А вот диагностикой некоторых дорог в Иркутске заниматься пока рано, ведь они находятся лишь в процессе создания. Тем не менее, по ним уже проехались и прошлись самые любопытные и активные жители столицы региона. Как прошел необычный велозаезд по Цессовской набережной, узнаете в следующем материале. Цессовская набережная, безусловно, это самая древняя часть нашего города по времени своего освоения. Как ни парадоксально, но это так, отсюда Иркутск и строился. Историческая справка – часть велопробега от Н-Плюс Групп, который тоже можно назвать знаковым. Он пройдет по маршруту, который сто лет был недоступен для жителей Иркутска. Участникам предстоит проехать от московских ворот до острова Юность. И самое главное – пересечь ранее закрытую для посещения промплощадку бывшей ТЭЦ и чьей развесочной фабрики. Сейчас территория преображается, чтобы стать частью нового общественного пространства. По будущей объединенной набережной в числе первых вызвалась прокатиться и Наталья Филипова. Она специально приехала из Саянска. Я в восторге, во-первых, от количества участников, потому что я тоже состою в велолюбителях города Саянска. Но у нас достаточно, ну, конечно, их меньше. И вот эта вот массовость, ну, как-то вот настроение поднимает сразу. В заезде участвовало несколько десятков велосипедистов. Всю дистанцию преодолели примерно за час, ведь в программе была и экскурсия. Они рассказали, что здесь, на Цессовской набережной, должно появиться 9 новых объектов. Это и легендарные курбатовские бани, и гостиница, и зона променада. Общая стоимость инвестиционного проекта – 25 миллиардов рублей. Его реализует компания «Н-Плюс Групп». Развитие инфраструктуры городов – часть социальной политики энергохолдинга, основы которой задал его основатель Олег Дерипаска. Он же начал проекты компании по преобразованию Иркутска и реконструкции Цессовской набережной. Завершить ремонтные работы здесь планируют в ближайшие два года. Мне нравится идея объединения набережных, потому что общественные пространства должны начинаться где-то и где-то заканчиваться, и не должны быть такие нелогичные перерывания, тем более, что здесь был такой промышленный объект, который был закрыт. Может быть, можно было до этого даже сделать в обход как-то, но закрытые заборы – это не самое приятное место в городе. Так что объединение набережной и делание из нее общественного открытого пространства – это хорошая история для города. Уже сейчас обсуждается, чтобы включить Цессовскую набережную в единый туристический маршрут по Иркутску. Ведь воссозданные курбатовские бани и комфортабельные современные зоны отдыха – это идеальная точка притяжения как для жителей, так и для гостей столицы региона. Олег Федоров, Василий Заводский. Новости по будням.